Добрый день, уважаемая Мария Павелевна. Хотелось бы у вас спросить вот о чем. Я сегодня был на открытии конференции, и там была книга, выпущенная на русском языке. Это как написано, последний его труд, причем он очень тяжело болел. И в ваше предисловие книги было сказано, что это была воля самого профессора. Что вы можете сказать по этому поводу? Воля профессора, чтобы эта книга была переведена на русский язык. На литовском языке она появилась раньше, но когда он уже болел, одна из преподавательниц начала перевести, переводить эту книгу. И вышла она только пять лет после его смерти. Но он хотел, чтобы последняя книга о смысле жизни была как-то распространена между теми людьми, которые могут читать на русском языке. Он считал, что какие-то глубокие его мысли, опыт какой-то должен быть передан другими людьми, потому что он очень уважал русский народ, русскую культуру. И язык всегда для него был как инструмент подойти, приблизиться к другой культуре, к другим людям. Да, я пролистал эту книгу, быстренько просмотрел. Действительно, то, что вы говорите, именно его стремление, ощущение, углубиться и действительно понять смысл. Вообще речь там идет об языках. Но вот смысловую нагрузку каждого слова. Причем споры, смысл слова. Да, и вот его такая тщательность, такая скульпулезность действительно поражает. Да, я согласна с вами. Скажите, пожалуйста, что у него кроме... Да, там написано, что было еще много изданий перед этим, да, его книг? Да, он много книг написал, да. И вот только это на русском или еще было? Нет, он начал... Первый учебник по логике был выпущен на русском языке. Он же, как и я, мы защищались в Киеве на русском языке. Да. Так что, да, потом еще одна книга была специально переведена уже по его объекту. Я теперь не помню, но одна книга переведена на английский и на русский язык. Нужно просто посмотреть название. И что вы можете сказать читателям обзор, как бы, ну, вот, в заключение вашего интервью? Ну, просто я очень рада, что у меня как-то связь наладилась с вашей газетой, потому что ваши редакторы очень симпатичные и глубоко понимающие жизнь человека, долю женщины. И я желаю, чтобы ваш читатель поглубже посмотрел на проблемы жизни, на сложную жизнь человека и на сложную жизнь одинокой женщины. Спасибо большое вам. До встречи. Спасибо большое. До свидания.